Всем здорова, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Горилла Оунар! Легендарный образень, могучий Кабаш Уко, ворвался на многие аккаунты Тилерии после недавнего слияния. Герой уже успел вызвать споры среди обзорщиков и рейдеров. Одни говорят, что это абсолютно бесполезная свинка, призванная развлекать других героев на складе. Другие считают, что этому герою можно найти применение и в эндгейме. Я считаю, что мы просто обязаны разобраться, что к чему. Погнали! С тебя, как всегда, дружище! Начнем с его скиллов и сразу заценим анимацию в кампании. С А2 герой дважды бьет массухой и имеет 100% шанс скинуть с соперника 2 случайных бафа с каждого удара, то есть максимум 4. Если на враге не осталось бафов, то кладет блок бафов и сокращение метки. С А1 атакует всех соперников и имеет 75% шанс положить штраф атаки. С А3 воскрешает всех союзников с 40% хп и кладет блок урона, а также баф скорости. Если некого воскрешать, то все равно положит баф скорости. Спасивки имеет 50% шанс украсть случайный баф со случайного оппонента и делает этот баф защищенным. Очень крутой набор скиллов, по крайней мере на бумаге. Обязательно протестим все и на практике. Перейдем к картам и талантам. Чтобы вкусно и сочно приготовить ука, нужно сыпануть побольше метки и скорости, а также не забыть сдобрить от души здоровьем и защитой. Для арены вы можете рассмотреть сет каменной кожи или иммуна, чтобы его труднее было законтролить. Для ПВЕ контента я бы рекомендовал сеты расторопности и скорости. Таланты на ваших экранах. Основным талантом рекомендую Орлиный Глаз. Что касается благословений, то для арены советую Овечку, а для ПВЕ, конечно же, Метеорит. Гидра. Первое, что сразу напрашивается, это сравнение УКО с УГО. Не так ли? Плары даже имена им выбрали похожие. Главное преимущество эпического героя над легендарным, это откат на А2 в три хода против четырех. Также Эпик умеет ломать броню и счищать дебафы. Но Свинка зато умеет резать и ломать атаку. На более сложную гидру лично я выбираю все же Огриншу УГО. А Оборотня беру на вторую гидру. Там он свое дело знает. Давайте заценим на деле. Продолжение следует... Мы видим, что УКО отлично рессает наших ДД, держит гидру под блоком бафов, а когда не получается, то успешно ворует у нее бонусы. Штраф атаки, особенно на голову гнева, также тут не ошибка. Без проблем набиваем на топ сундук с ключа. Кабаш. Красавчик. Роковая башня. Когда я планировал данный обзор, я даже не рассматривал его в роковой. Тем более на сложных этажах. Ну, думаю, чем черт не шутит. Давай-ка все же затестим. Мало ли, хоть первую волну пройдут. И вот что получилось. Сложная роковая, 119 этаж. Смотрим. УКО прекрасно контрит таких героев, как Сифи, и помогает нам выживать, пока пророчка или другой ДД, которого вы используете, не перезарядит свои навыки. Субтитры сделал DimaTorzok Никогда бы не подумал, что свинца слияния поможет мне улучшить время и добавить надежности к прохождению в сложной роковой. Однако... Что касается боссов, то он будет неплох на бомале. Его рез под блоком урона очень хорош. Также я бы потестил его на Ираготе. Но сейчас эти боссы недоступны, поэтому подписывайся на канал, дружище. Выпустим отдельное видео на эту тему. Не пропусти. Пришло время ворваться на арену. УКО нынче можно увидеть даже в топ-дефах Платины. Он реально так хорош? Давайте выяснять. Залетаем на первого серьезного оппонента. Посмотрим, что УКО сможет нам здесь продемонстрировать. Итак, куча бафов. УКО украл у нас бонус крит урона. И пробуем застелить бафы. Раз, два. Супер! На них вообще не осталось бафов. С Янекой не шути. Арбитру драется их резнуть. Мы замедлим их. Попробуем законтролить. Дадим баф скорости. Так как резать, я думаю, нам уже никого не придется. И Янека задачу поставленную решает. Неплохо. Давайте попробуем пободаться против вот такой пачки. Здесь у нас есть Сифи, Криск. Итак, мы видим, мы сразу воруем щит у Криска. Воруем блок бонусов. Да, бой этот точно не будет быстрым и легким. Скорее всего, он будет затяжим. Но тем лучше для нас. Мы посмотрим, насколько УКО поможет выживать здесь нашей команде. Попробуем украсть сейчас все, что можно украсть соперника. Теперь мы можем попробовать положить контроль. Ну, поглядим, удастся ли нам выживать против такой крепко сбитой пачки. И удастся ли нам ее с вами победить. Субтитры подогнал «Симон» Одно слово. Хорош. Если раньше при виде Сифи или Лилиту в дефе на арене меня часто начинало подташнивать, то теперь я с радостным хрюканьем рвусь в бой. В дефе хороши герои, которые вносят сумятицу в стройные ряды оппонента, герои, которые за счет рандома меняют весь расклад боя. Тут УКО отлично подходит. Бафаешь атаку своему ДД, а вдруг УКО ее снимет. Закрываешь ДД щитами? Оу, спасибо за неснимаемый щит для УКО. Масс ревайв с блоком урона, особенно в паре с другим хорошим резателем, могут стать очень неприятным для любого оппонента. И надолго затянуть бой. УКО на арене быть. Войны фракций. Крипта оборотней. УКО здесь очень хорош. Я довольно давно закрыл эту крипту на 3 звезды, однако не фармил 21 этаж даже под турнир кланов. Очень уж медленно это выходило. Но с появлением на моем аккаунте УКО дело пошло. Смотрим порося в деле. Продолжение следует... Башня двуликих близнецов. Тестирую его первый раз вместе с вами. Самому любопытно, сможет ли он занять привычное место Лилиту в моем составе. Музыка. 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 Вау, не просто смог занять место Лилиту, но и даже заставил ее немного понервничать, я вам скажу Отличный герой и в этой локации, что пока поросенок зажигает Что касается других подземок, то это шикарный саппорт и ревайвер для любого ака начального и среднего уровня Однако УКО не используют в спидранах или в лейтгейме Время подвести итоги и поставить оценки нашему поросеночку Гидра 5 баллов Отличный герой Войны фракции, шикарен, 5 баллов, поможет закрыть на 3 звезды Арена нападения очень понравился, 5 баллов, очень прикольно и весело им играть Компания, я думаю, что 3, может быть 4 балла, все-таки Рез с Неуязом может помочь вам закрыть на 3 звезды Защита на арене, 5 баллов, он вносит кучу рандома и неприятностей для любого соперника Близнецы, мы с вами убедились, что он вполне заменяет такого героя, как Лилиту 5 баллов Все кипы с краской это пятерочки, четверочки, пятерочки не принципиально Клан Босс Поставлю ему троечку, баф скорости Разлом атаки довольно стабильный, может быть неплохо Логово дракона, четверочка, лабиринт Минотавра, четверочка, паучье логово, ну поставим тоже ему здесь четверочку Ледяной голем, вполне себе, протестировали с вами на 21 этаже его даже, это будет тоже четверочка На лаве, пожалуй, что, наверное, все-таки я ему поставлю троечку Мультиударов у него нету, Са-1 Ну, как-то так Герой очень понравился, клево нарисован, очень так развлекательный, скажем так, персонаж Я не пожалел, что я его прокачал, не пожалел, что вложил в него книги Всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца Всем, кому понравилось, ставьте лайкосики и подписывайтесь на канал До новых встреч, пока-пока До новых встреч, пока